В Соединенных Штатах Дональда Трампа вызвал не только и не столько радость в рядах российских военных и Z-каналов. С одной стороны, да, Дональд Трамп и его окружение довольно четко проговаривали, что поддержка Украины не входит в сферу их интересов. Более того, Дональд Трамп неоднократно высказывал, как он любит, обожает и ценит Владимира Путина, но как минимум уважает его. Однако это пугает некоторых российских Z-военкоров, а также самих солдат. Ну, потому что Россия, тратя гигантские ресурсы в последние месяцы, но все-таки начала добиваться некоторых продвижений на Донбассе. Нельзя назвать эти продвижения какими-то невероятными. Скорее, ну, учитывая, сколько тратятся пехоты и техники на них с точки зрения войны на истощение, их даже нельзя назвать успехом. Тем не менее, все равно по сравнению с теми тремя годами, почти тремя годами, которые Россия уже воюет, это хоть что-то. И на таком порыве, особенно приправляясь вбросами российской официальной пропаганды, официальных спикеров, включая Владимира Путина, то про 15 тысяч солдат ВСУ, которые окружены, то еще что-нибудь такое, они очень надеются, что вот теперь-то начнется, теперь-то захватим и Киев, и Львов, и Берлин, и все на свете. То, что это не имеет никакого отношения к реальности, их не очень интересует. То, что российская экономика уже дошла до стадии, когда Чемизов ругается с Набиулиной, а промышленники говорят, что мы не получаем оплату за гособоронзаказ, когда снижаются выплаты за ранения, потому что денег уже недостаточно, все это у них не складывается в единый пазл. То есть они в плену либо намеренно, либо случайно тех же заблуждений, в которых находится много людей, которые пытаются анализировать эту войну и ведутся на блеф Путина, на его рассказы. Да у нас там еще куча всего, да мы еще много чего можем показать, что не соответствует действительности и данным объективного контроля с российских складов и так далее. Более того, приход Трампа в Белый дом, точнее его скорый приход в Белый дом, ознаменовался большим количеством утечек про потенциальные мирные планы. И ни один из них, естественно, зетников не устраивает, потому что в рамках каждого из них территория, которая записана в Российскую Конституцию, а я напомню, помимо аннексированного Крыма туда включены еще четыре области Украины, ни одну из которых Россия не контролирует целиком, они очень расстраиваются, что как же так, неужели мы все это проглотим, неужели все будет так, как обычно, будет какой-то договорняк, нашего лидера вновь поводят за нос и так далее и тому подобное. Собственно, ожидание договорняка является одним из главных страхов зетников прямо сейчас. Я думаю, что страх немножко напрасно, не в том смысле, что не будет какого-либо перемирия или заморозки, это мне неведомо, я не в курсе, сейчас все любят про это рассуждать, но как бы я просто не знаю, на что опереться, потому что от самого Трампа моего плана не слышали, те утечки, которые были, выглядят специфически, потому что представить себе, что британские и польские военные встанут на линии разграничения, при этом которые еще и через Курскую область будут проходить или что-нибудь такое, довольно проблематично, ну, потому что Владимиру Путину не удастся, ну, или, может быть, удастся, но я не представляю, как продать идею о том, что вот войска НАТО не просто у границ России, а на территории, которые в Конституцию России записаны, как российская, стоят, и в этом смысле мне довольно сложно понимать, как может выглядеть эта заморозка. Однако без этой заморозки, собственно, российские проблемы, которых становится все больше, приведут к большой достаточно катастрофе и для российского фронта, и для российской экономики. Впрочем, опять же, это много раз говорилось на протяжении последних трех лет, поэтому сказать, что это точно 100% будет так, невозможно. Однако страх договорняка действительно засел в головах российских военных, и они продолжают бояться этого больше, чем чего-либо еще, но при этом многие из них говорят, что, наверное, это самый вероятный сценарий. И все неоднократно заявляемые Владимиром Путином цели, которые, правда, постоянно менялись, но, тем не менее, а именно демилитаризация Украины, дойти до Киева, дойти до Львова, до Берлина, да еще куда-нибудь, что все они не будут выполнены. И 200 тысяч российских солдат убитыми, и сотни тысяч ранеными потрачены фактически впустую. Скорее, даже наоборот, привели к демилитаризации самой России, сильно истощив ее запасы и, собственно, казну. Поэтому давайте сегодня я расскажу вам, что пишут договорняки российские зытники, военные и просто переживающие, почему это их самый главный страх, и почему они считают это почти неизбежным. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, поддерживайте видео лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео на Ютубе. Особенно ваши подписки для Ютуба — это важный показатель во время или сразу после просмотра для его алгоритмов. Поэтому, если есть такая возможность, нажмите на кнопку «Подписаться». Ну, а мы переходим к затнатью по поводу договорняка. Итак, затканал «Элитный резерв» пишет. Дежурно напоминаем, что да, любой договорняк сейчас — это тяжелейшее поражение для России. Умники, которые пишут, что договорняком все равно все кончится, немного не понимают разницу между договорняком и договором. Договорняк — это заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения с непризнанием статуса. Украинцы и МБ еще какие-то восточноевропейских лимитров перевооружают, и все начинается снова с невыгодных для нас позиций. Новые территории остаются землей войны, как ЛДНР в 2014-2022 годах, где невозможно развитие и так далее. Все ресурсы бросаются на стамбульскую зерновую сделку и прочее. Со временем на нас снова нападают. Договор — это когда мы выбиваем украинцев отовсюду, кроме, может быть, Западной Украины. Территория признается за нами. Россия восстанавливается в своих исторических границах и триумфально развивается. Делится своими влажными мечтами этот затканал. Вообще, слышать такое в конце третьего года войны, ну, концовку, по крайней мере, довольно странно, потому что, ну, опять же, три года прошло. Вы не только не захватили Киев, но из Киевской области вы оказались в Курской, часть которой не контролируете. Откуда пытаетесь выбить украинцев, но не получается. Вам навешивают людей. Вас уничтожают пачками, уничтожают технику. Армия российская стала на порядки слабее, потому что советские запасы сильно истощены. Ракеты производятся под запуск, и то с большими проблемами, и то, и только из-за того, что санкции недостаточно хорошо контролируются. Россия не может производить ракеты сама. Там обязательно присутствуют западные компоненты. И не только в ракетах, но даже в иранских шахедах, и даже в тех устройствах, которые просто обманки для ПВО. И даже их Россия не может произвести без западных технологий. Более того, нет и достаточного количества боеприпасов и их производства. Поэтому Россия на 60% зависит по боеприпасам от Северной Кореи, еще на 10% от Ирана. Ну, то есть Россия за эту войну потеряла большую часть советских запасов, самостоятельность абсолютно. Ну, то есть Россия является вассалом Китая, при этом зависит от партнеров, таких как могучных государств, как Иран и Северная Корея. Россия потеряла кучу людей, из-за чего в том числе в экономике кадровый дефицит. И все это абсолютно накладывается друг на друга. Поэтому говорить о том, что в России пойдет куда-то там какой-то Киев захватывать Одессу в 2024 году, ну, это нужен какой-то очень высокий уровень безумия. Призрак Новороссии пишет, почему, скорее всего, все закончится договорняком. С какой целью хотят заключить перемирие договорнячок? Цитирует он вопрос к себе. Вот тут ключевое. Если это цель получить передышку для того, чтобы кинуть все свои ресурсы к подготовке к будущей войне, перестроить экономику, провести идеологическое воспитание населения, реформировать армию с учетом предыдущего опыта и с целью переламывания противника в будущем, а потом обязательно повторить, реализуя весь этот панасал, то это один вариант, пишет он. Если же это вариант, давайте как-то закончим, чтобы вы нас не трогали, мы вас не трогаем, все вернется взад, и наши детки будут дальше учиться, тусоваться на западе, а мы будем делать свой гешефтик в этой, как ее, России, и выводить бапло на запад, то это другой вариант. Какой же вариант выберет нынешний Establishment RF, задается он вопросом. Точнее, подавляющая его часть. А не надо выдумывать или гадать, можно почитать документ под названием «Минский протокол» по ДНР и ЛНР от 14-15-х годов. Там между строк расписаны все мотивации и уровень понимания ситуации. После прочтения сами решите, какой вариант вас ждет после договорников. Это к вопросу о том, как все будет, потому что будет именно так. Потому что это не исторические аналогии, а прогноз на основании уже совершенных действий. Тех же людей, которые плюс-минус 85-90% и сейчас принимают решение. Поэтому никаких исторических аналогий, никаких иллюзий будет именно так. Результат допрогнозируйте сами. Намекает он на то, что нынешняя элита РФ не заинтересована в чем-либо, кроме собственного благополучия, которое может обеспечить только сотрудничество Запада, и уж точно не война. Военкор Котинок пишет. Доживет Трамп или не доживет, вступит в должность или не вступит, все это, опять же, вторично. Повторюсь, речь идет о будущем президенте чужого враждебного агрессивного государства. Первично именно это. Это же будет формировать политику Трампа. И выбор Вашингтона между эскалацией и заморозкой будет определяться не желанием пойти навстречу Москве, а пониманием того, какой вариант в перспективе будет для Москвы наиболее негативным. Как показывает история, перемирие может оказаться гораздо более фатальным, чем самые тяжелые боевые действия. И, кстати, возвращаясь к анонсированному маскам плану о заморозке по линии фронта и вводу западных войск. Вопрос. Те, кто считают данный план приемлемым, вообще понимают, что речь идет о заходе НАТОвских войск на российскую территорию? Напомню, что вся ЛНР и вся ДНР — это Россия, и город Запорожье — это Россия, и Херсон. Оккупированная противником — российская территория. Какое НАТО? Какие британцы? Любая поддержка подобной инициативы — это прямое предательство, без вариантов, пишет военкор Котинок. Жду не дождусь момента, когда и если эта заморозка случится, добавлю я от себя, что же напишет военкор Котинок и все эти бесполезные, бесконечные Z-каналы. Юрий Баранчик пишет. Пора перестать идеализировать Трампа для России. Наш геополитический противник в лице США ударил. И ударил именно американскими ракетами от АКМС по Брянской области. Думаю, что между позицией Байдена и позицией Трампа по отношению к России не такая большая разница. И тут и другое хотели бы нашего стратегического поражения. Мирный план Трампа в виде заморозки конфликта и Украины в НАТО — это тоже наше стратегическое поражение, но немного отложенное по времени. Поэтому я бы не надеялся на гипотезу, что Трамп может выйти на связь с Путиным и предложить перетерпеть два месяца эскалации, после чего штаты отдадут Украину на растязание. Если такое предложение поступит, то оно будет обманным. Трамп нам ничего предложить не может, и его идея заморозка обеспечивает сохранение киевского режима просто на текущих позициях и, соответственно, его закрепление в военно-политическом пространстве Запада навсегда. А этого мы допустить не можем. С таким успехом можно было не начинать СВО и ждать, пока Украина сама уплывет в НАТО. Трамп собирается сделать Великую Америку, а не Россию, а без контроля Украины. И тут покойный Збигнев-Бжензинский прав. Восстановление нашей страны как империи останется под большим вопросом, как и возможность сохранения стратегического ядерного паритета Соединенными Штатами. Америки сокрушается он. Напомню здесь, что канал. Можно выписать молоко за вредность. Чтение всей этой ахинеи. Поддержав на Патреоне, ссылка на него будет в описании, вы можете подписаться на рекуррентные платежи, там разные уровни, и получить определенные бонусы, как то чат с патронами, указание вашего имя или ника в конце видео и так далее и тому подобное. Спасибо всем, кто уже поддерживает, позволяет каналу быть независимым и, соответственно, регулярно работать. Также покупайте NVPN. Это VPN, который я сделал для вас, чтобы вы могли им пользоваться, обходить любые блокировки, как в России, так и в других странах, получать доступ абсолютно к любым ресурсам, ну а также не оставлять цифровой след в интернете. Можно пользоваться бесплатными VPN-ами. Я только за это здорово. Только внимательно следите, чем именно вы пользуетесь, потому что в огромном количестве бесплатных VPN-ов, ну они же должны как-то зарабатывать. Многие из них зарабатывают там на продаже ваших личных данных, информации и всем остальным с NVPN же. Это гарантированно никуда не пойдет, потому что мы зарабатываем на подписки, которые вы платите ежемесячно. Собственно, ссылки на покупку VPN в описании, там можно купить с российских карт через Telegram, также можно купить с зарубежных карт. Все это в описании. Покупайте NVPN и тем самым получаете и хороший VPN, и поддержку канала Майкла Наки. Ну а мы продолжаем. Егор Холмогоров пишет. На это большинство граждан, увы, купилось бы. Мол, мы остаемся с территорией и с привычным за 30 лет уровнем интеграции в Запад. Но тоже купилось бы, если бы разговоры о нормализации не пытались продать в обмен на территорию для Украины. Нет. Это просто условия нормального разговора. А вот остаться под санксами, платить в Крыму по штуке в день за мобильный интернет, при этом не имея возможности отгрызать пяди и крохи, не думаю, что внутри страны это удастся кому-то продать как внешнеполитический успех даже всеми усилиями комсомольцев-пропагандистов. Тут надо сказать, что много рассуждений о том, как Путин может прийти к заморозке, строится на том, что невозможно будет успех этот продать обществу. Невозможно будет этот успех продать россиянам, зетникам, значит, военным, которые вернутся с фронта и так далее. Но здесь есть, конечно, поле для интерпретации, потому что, ну, у тирании есть оборотная сторона. С одной стороны, она убивает и сажает тех, кто вам не нравится, тех, кто выступает против войны и не согласен с курсом власти. Но, с другой стороны, она сажает и вас, когда вы становитесь такими. Может вам об этом рассказать Игорь Стрелков, мнение которого вот к Гворняку мы тоже с вами обязательно обсудим в сегодняшнем видео. Он вполне может рассказать, что происходит, когда патриот, один из инициаторов русской весны, вдруг не согласен с партией власти в каких-то вещах. Сразу же он попадает в тюрьму. Или взрываются в самолете, обнюхавшись кокаина и играя с гранатами, по крайней мере по официальной версии, которую представил Владимир Путин об убийстве Евгения Пригожина. По факту, конечно, его убил Владимир Путин. Поэтому вот эти истории с тем, что примет народ или не примет, да кто его спросит этот народ? Ну, этот народ уже сказал свое слово, точнее промолчал во всех развилках, которые были в российской современной истории. Поэтому, собственно, ну захочет Путин перестать воевать, точнее будет вынужден из-за того, что появятся реальные вопросы возможности продолжения военных действий, возможности обеспечения армии и так далее. И не будет он спрашивать ни у какого народа, ну то есть, а всех вас с ссаными тряпками загонят в камеры. Они же как раз сильно освобождены после того, как огромное количество зэков просто перевели на войну и заставили воевать угрозами обнулений, пыточными ямами и так далее. Поэтому здесь бы, Егор Холмогоров, я бы на народ особо не рассчитывал, и на то, что какое-то дело до народа есть Владимиру Путину никогда не было и не будет. Затканал Подлёд пишет, западные СМИ пишут, в частности Рейтер, что власть РФ готовы договориться с Трампом о заморозке конфликта на Украине по фактической линии фронта. Думаю, это и есть наиболее вероятный сценарий, хотя лично я считаю, да и, наверное, большая часть патриотической общественности, что это плохая идея. Мы сейчас наступаем, а они сдают города и села. Тем более, если врага не добить, то нет никаких гарантий, что в будущем не начнется новая война, но на еще более худших условиях, чем сейчас. Но правда в том, что власть РФ заключит мир так, как посчитают нужным, смотри, стамбульские переговоры, а мнением патриотической общественности в нашей стране легко можно пренебречь, заключает он. Затканал Комиссар Исчезает пишет, очевидно, что если Россия остановится до того, как на Украине возникнет ощущение проигранной войны, там будет сильна идея реваншизма. Подлинное разоружение, умиротворение на той стороне возможно только в том случае, если там случится психологический слом, пройдет понимание бесполезности борьбы с Россией. Но до этого пока далеко. Очевидно, что если Россия остановится, то довольно внушительное количество людей, которые в разном качестве принимали участие в происходящем, не смогут чувствовать себя победителями. И значит, у них образуется Вьетнамо-афганский синдром. И этот синдром сильно и разрушительно повлияет на нашу жизнь. Очевидно, что если Россия остановится, то все оставшиеся под украинским контролем русские территории через некоторое время ничем не будут отличаться от Львова, где тоже когда-то было русофильское движение. Русский язык будет доживать как язык пенсионеров. И о том, что мы когда-то считали Левобережье и Северо-Западное Причерноморье нашей землей, можно будет забыть навсегда по армянскому образцу. Тревожится он. Тут надо сказать, что постоянно довольно странно видеть от того, ну как странно, не странно от задников, конечно, но довольно иронично видеть страхи по поводу того, что Украина нападет. Потому что ни разу этого не происходило. Ну то есть все разы нападала Россия. В 14-м напала Россия, в 22-м полномасштабное вторжение осуществила Россия. Украина хочет просто жить, чтобы они отстали. Чтобы вот эта вот жизнь говна, которую предлагает Владимир Путин гражданам России, чтобы их это не касалось. Они хотят жить, они хотят развиваться так, как они хотят, руководствуясь чувством собственного достоинства и тем, что они немолчаливое стадо. Но при этом Россия все тянет и тянет к Украине своей руки. И не только Путин. На фронте не только Путин. Там сотни тысяч россиян. Более того, им помогают и волонтерят сотни тысяч россиян. Более того, не выступают против миллионы и десятки миллионов россиян. В этом смысле я не разделяю мнение тех, кто говорит, что все русские там за войну и все такое. Но не разделяю мнение тех, кто говорит, что это война Путин. Это не так. Это война большого количества людей, у которых есть чувство реваншизма за то, что Советский Союз проиграл холодную войну. За то, что они видят, что они живут в говне, но Путину они не готовы предъявлять претензии, потому что боятся. Но зато готовы пойти за большие деньги, убивать украинцев в Украину и пытаться уничтожить их государство. Но теперь звезда нашего вечера Игорь Стрелков, который рассказывает об избрании Трампа, возможном компромиссе и его последствиях. Что касается вашего вопроса о моей оценке избрания Трампа, пишет Стрелков в ответе одному из Z-Венкоров, который направил ему письмо, точнее Z-блогеров, могу сообщить следующее, продолжает он. Первое. Страна-государство, имеющее собственную продуманную стратегию в сложных условиях, не зависит от персонажей вождей стран-противников, так как имеет готовые решения в рамках выбранной стратегии на любое развитие обстановки в рамках следования к цели. Государство, не имеющее осмысленной стратегии, вынуждено ситуативно реагировать на изменения в среде обитания так же, как реагирует на них амеба, то есть пытается слиться со средой или уйти отодвинуться от неприятных опасных раздражителей, а не выстраивать среду под себя, как должно бы делать государство с разумным руководителем. Второе. От избрания Трампа я никаких позитивных изменений для России и для хода СВО не ожидаю от слова совсем. Он будет действовать в рамках давно осуществляемой любыми администрациями американской стратегии на полное подчинение России интересам США. Может незначительно измениться только тактика. Например, наших руководителей могут поманить очередной морковкой, то есть снова в тысяча первый раз поводить за натруженный нос, пообещав урегулировать путем компромисса. Таковой компромисс, если вообще будет, обозначен как возможность. Неизбежно завершится, едва ВСУ залижут раны, и произойдет это довольно быстро, максимум через полгода-год. Далее очередная провокация. Естественно, в ней единодушные безальтернативно обвинят только РФ и возобновление боевых действий в сильно ухудшившихся для нас условиях. Никаких реальных уступок, способных предотвратить продолжение войны в будущем, Трамп не предложит, а наоборот потребует максимальных уступок от нас и вперед авансом. Вот примерно такого урегулирования я и ожидаю. А дальше новый виток тяжелый, не шибко удачный, мягко говоря, для нас войны. Черный полковник В.Алекснец пишет, в связи с решением Байдена разрешить использовать Украине дальнобойные американские ракеты вглубь территории России, пишет, что никогда не думал, что доживу до подобного позора. И самое страшное, что никакого реального ответа на этот агрессивный шаг США не будет. Все ограничится очередным выражением озабоченности и словесными угрозами супостату. С точки зрения Кремля сейчас надо любой ценой дождаться до 20 января 2025 года для инаугурации Трампа, а там все переменится и мы будем праздновать победу. Правда, путем любого договорняка, который больше будет похож на капитуляцию. Но нам подробно объяснят, что это и есть победа. Даже чтобы ее подкрепить, могут вынести ее поддержку на референдум. И ничуть не сомневаюсь, что на нем поддержка этой победы ее творца получит без малого 90% голосов россиян. Пост в канале «Убежище номер 8», который ведет мобилизованный, гласит о страхах, которые есть у него, и он разделяет. Он делится комментарием читателя, с которым полностью согласен. И вот что пишет. Допустим, завтра СВУ закончится. Договорняком. Послезавтра проведут демобилизацию, разрешат контрактникам увольняться из армии. Большинство опытных военнослужащих из армии уйдет на гражданку. За несколько лет многие боевые офицеры будут выдавлены, а на их место придут тыловые. Штат будет не заполнен. Все имущество, как уставное, так и нет, начнет *** различными путями. В то же время в ССУ, как и в периоде 2014-2022 года, будет проходить модернизация, наполнение западными образцами вооружения, восполнение потерь. Лет за пять нынешние 13-15-летние подростки, озлобленные из-за войны и потерь своих близких, войдут в военнообязанный возраст. Украинская пропаганда не потеряет свой шанс их настраивать на реванш с Россией. И с какими стартовыми данными мы подойдем к следующей войне через 5-10 лет? Озлобленные подготовленные Украины и наше милое сердце Россия, где снова будут проходить танковые биатлоны и хоккейные турниры на флоте? Только теперь это будет противник, обученный на примере СВО. И вы уверены, что если через 10 лет Украина возьмет реванш, то бои будут идти на границах новых регионов, а не повторится позорное отступление, но уже не из Киева, Херсона, Харькова, а из Ростова, Курской, Калуги. Или вам лишь бы сегодня вернуться в теплую Москву и поскорее получить бронь? Задается он вопросом. Довольно забавно, что именно убежище номер 8 поддерживает этого своего читателя, потому что именно он больше всех ныл, что смените нас, смените нас, мы не можем, тут грязно, тут плохо и прочее, прочее. Как вы видите, главный страх российских зетников – это этот самый договорняк. Другое дело, что, видимо, они не очень хорошо понимают, что будет, если этого договорняка не будет, потому что многие аналитики говорят о том, что в 2025 году дефицит российской техники, которая нас слишком много тратит в наступлениях, станет критическим. Более того, кадровый дефицит, который есть в российской экономике, и откуда продолжают уходить кадры, потому что Россия продолжает вербовать людей на войну, тоже достигнет своего, если не апогея, то высокой точки. Вообще-то говоря, особенно с расточительностью последних месяцев, когда Владимир Путин бросил в атаку все, что было, независимо от того, к каким именно частям приписаны те или иные военные, 2025 год, случай продолжения войны, может стать для России поворотным и в не очень хорошем для Владимира Путина смысле. Поэтому, на самом деле, договорняк и расчет на Трампа – это и есть, скорее всего, основной план Путина. Другое дело, не очень понятно, как именно он попытается его реализовать, непонятно, как будет вести себя Трамп, непонятно, как именно будет Маск на него влиять, будет ли он продвигать свои антиукраинские позиции и так далее и тому подобное. Поэтому загадывать на будущее я бы не стал и не стану. Я скажу лишь, что каждый день пытаюсь сделать что-то, что поможет приблизить тот вариант будущего, который мне кажется хотя бы справедливым, потому что хорошего варианта будущего нет. Людей, которые уже убиты в Украине, города, которые уже уничтожены, они уже уничтожены. Но города можно восстановить, а людей воскресить нельзя, нельзя вернуть им конечности и так далее. Поэтому хорошего результата уже никогда не будет, потому что с таким количеством смертей, с таким количеством разрушений любой результат чудовищен, но есть результат справедливый. И для того, чтобы он наступил, я со своей стороны делаю все, что могу. Это ничтожно мало, но я правда стараюсь. Поэтому рекомендую и вам исходить из этой рамки, не задаваться вопросом, а что будет через месяц, через два, через год и так далее, а просто делать все, что вы можете в рамках разумного для того, чтобы на это повлиять. А с вами был Майкл Наки, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, поддерживайте на Патреоне, покупайте на VPN и до скорых встреч, всего доброго, пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...